привет всем дорогие друзья сегодня вас познакомлю с моим любимым ароматом только этот аромат я выпрыскал полную бутылку большую бутылку 100 миллилитров и купил опять это был единственный аромат из всех которые мне зашел вот реально вот днем есть что такое уникальное и сегодня я вам расскажу про этот аромат также хотел бы поделиться с вами какие у меня ароматы уже были чтобы вы приблизительно хотя бы понимали какую меня вкус что мне нравилось что не нравилось некоторые ароматы у меня были пробниками а некоторые целые бутылки например у меня был эгоист шанель platinum именно вот он мне очень нравился но несмотря на это я его даже не смог допрыскать и все духи что я не донашиваю я просто отдаю своему отцу он уже их донашивает затем у меня был dior фаренгейт только я сделал ошибку я думал что лучше взять intense и это была ошибка он меня просто очень сильно душил я тоже отдал этот ему аромат я тем ароматом вообще не смог пользоваться совсем так же у меня был аромат энкренуар лалик он очень был для меня тяжелый и душил меня у меня были духи blue de chanel они мне вообще не зашли я ими вообще не смог пользоваться также у меня были savage dior или savage как он правильно вот они вообще дешманские какие на дешманом пахнут у меня были но это и смешных прям david back также у меня были кинзу два разных аромата кинзу мне нравились они были свежими такими но они очень быстро улетучивались и они переставали вообще как-то пахнуть были те три аромата что я вам снимал прошлый раз versace в синей банке но они затем не начали каким-то дешевой пластмассой пахнуть прикольные ароматы ананасом пахнут мансера цедрат бойса были также у меня были creed aventus но они тоже ананасами пахнут но они как-то мне вообще что-то не зашли и также были вот такие вот такие же самые только парфюмированная это туалетная вода просто не было других наличий но у меня первые мои были для parfum они были парфюмированной водой они были намного стойкие но не им прям там намного но они реально очень классные вот реально из этой серии не нужно покупать никаких фланкеров потому что там есть электрик еще какие-то там синие красные бутылки забудьте все это вот из этой серии и в сен-лоран для ну и для холм только вот такие вот можно покупать или же парфюмированную воду отличие в том что здесь есть градиент и они из темного переходит прозрачное стекло в парфюмированной воде они полностью темная бутылка еле прозрачная а теперь я хотел бы вам зачитать что уходит в этот аромат чтобы хоть приблизительно смогли понять чем он пахнет очень красивый запах некоторым людям он пахнет немного табаком немножко вишнями но как оказалось здесь нет этих запахов этот аромат для мужиков он принадлежит группе древесные пряные выпущен в 2009 году верхняя нота кардамон средняя ноты лаванда вирджинский кедр и бергамот базовые ноты ветивер и тмин вот реально идеальные духи для меня и я вам более того скажу я эти духи купил где-то год назад и уже больше чем пол бутылки нету и когда они закончатся я себе куплю парфюмированную воду целую новую бутылку я не собираюсь больше менять их на какие-то там другие я с этими экспериментами уже немного подустал друзья вот это проверенный аромат он очень комплиментарный он всем нравится реально я вот друзьям своим даю постоянно нюхать блин все просто без ума и тоже себе покупают просто шикарный аромат пойдите возьмите пробник походите напрыскайтесь офигительный просто аромат я друзья вам желаю иметь каждому такой аромат попробуйте не пожалеете каждый должен пахнуть дорого вот это дорогой аромат все друзья желаю вам здоровья спасибо вам за этот просмотр поставьте лайк подпишитесь до скорых встреч